Девушки отдыхают Сегодня вас ждет встреча с группой Кармен. Безумно популярная группа в начале 90-х годов постепенно как-то свою популярность растеряла. Хотя, может быть, и нет, потому что когда все-таки концерты группы Кармен проходят, они по-прежнему собирают огромное количество поклонников танцевальной музыки. Но все бежит, все меняется, меняются музыкальные течения, но все-таки группа Кармен наверняка запомнилась многим. И еще раз напоминаю, что вы будете смотреть запись 1995 года. Запись эта проходила в студии радиостанции «Радио Премьер», в старой студии. Поэтому давайте посмотрим, о чем тогда думали музыканты, о чем тогда думал ведущий. Это наверняка будет видно в процессе нашей программы. Одним словом, мы возвращаемся с вами в прошлое. Благодаря телевидению это действительно возможно сделать. Итак, программа «Звезда по имени» неизданная группа Кармен. Итак, первый вопрос, наверное, будет банальным, но куда от него денешься? С чего начался Кармен и почему? Так, ну, почему? Просто начался и все. То есть это я собрался когда-то давным... А, привет, во-первых, я забыл вам сказать привет. Когда-то давным-давно, в 90-м году я познакомился с двумя ребятами. Это был клавишник и гитарист. И вот общая идея уже тогда появилась. Кармен именно такого, как вот сейчас он существует. А уже гораздо позже, там буквально через полгода где-то пришел Стамир в команду. Ну и так получилось, что мы с ним остались вдвоем. Вот с этого все начиналось. И с ним мы работали где-то около 9-10 месяцев. А почему не сложилось ваше творческое союз с Олегом Титаренко? Так, хорошо, название такое интересное у него. Но вот так вот как-то не сложилось и все. В общем, там много было причин. И личная причина, и по музыке там очень много. Ну, вы следите за творчеством друг друга? Ну, с точки зрения... Вот Сергей Лемок следит за творчеством Богдана Титамира только с точки зрения вот как зрителя, как слушателя? Ну, специально нет, я не слежу. Ну, так периодически, да, что-то прорывается. Естественно, я слушаю. То есть мне тоже интересно информацию какую-то получить. То есть кто что делает вообще. Но просто он... Мы не так же интересно там предположим, что делает там, скажем, Филипп Киркоров. То есть вот так же можно сравнить. Многие наши радиослушатели хотели бы знать, кто он такой, Сергей Лемок, какая у него жизненная судьба, какая личная жизнь. Если не хотите, можете не говорить. Да нет, я скажу. А может, что-то интересное и хотите рассказать? Пожалуйста. Я скажу, ну, личная жизнь, я считаю, что это личное дело каждого артиста. То есть хочет он мне рассказывать или нет, здесь про личную жизнь я бы не стал рассказывать, потому что у любого мужчины должен оставаться тот секрет, который, в общем-то... Ну, это приятный для вас секрет. Не стоит раскрывать. Это офигительно приятный для вас секрет. Ну, замечательно. Так вот. А вообще о жизни можно сказать, что все проходит между студиями, там, какими-то делами. В общем, полностью вот то дело, которое я делала, оно полностью поглощает все мое свободное время. Хотя в связи с тем, что в последнее время такое напряженное положение в стране и гораздо меньше гастролей стало, я могу сказать, что появились какие-то свободные промежутки времени, которые и я, и ребята, которые со мной работают, стараемся посвящать вот либо спорту, либо репетициям, либо еще каким-то делам, которые тоже идут на пользу всему общему делу. Хорошо. Вот кредо вашей группы, как бы вы одним словом назвали? Не знаю. Через тернии к звездам, скажем так. Ну, то есть, в принципе, группа, знаете, как раньше были, там, ансамбль политической песни или там песни имеют какую-то... Песни и пляски. Да, да, вот что типа этого. Вот у нас ансамбль антиполитической песни и пляски, скажем так. То есть, просто отдых, такое, оттяжка всеобщая. Ансамбль народного творчества, скажем так. Ансамбль народного творчества. Да, вот нормально. Хорошо, тексты, музыка, кто это все делает? Народные. Я понимаю. Есть какая-то, скажем, ну вот знаете, как есть рыба, а потом все это обкладывается. Ну, я могу рассказать о технике, о самой создании. То есть, здесь все может родиться буквально за одну минуту там. То есть, у меня, например, вообще клавиши стоят рядом с кроватью, там, среди ночи могу проснуться. Это самое плодотворное время ночи вообще-то. Ночь, да, самая плодотворная. Для меня вообще мало того, что самая плодотворная ночь, а ночь, скажем, час в ванной. Вот самая плодотворная, пожалуй. То есть, вот я как-то расслабляюсь вот именно в таких местах. То есть, где угодно мысль может пойти. В ванной у вас клавишник не стоит? Нет, в ванной там сыро очень, поэтому нельзя клавишник туда ставить. В общем-то, я так довольно неспокойно себя веду в ванной, поэтому, то есть, там, я люблю поплескаться, поэтому клавишник рядом мне, конечно, никак не поставишь. А вообще, естественно, рождается сначала мелодия, а потом уже пишется текст на эту мелодию. Потому что, во-первых, если писать музыку под стихи, то стихи, во-первых, они уже заведомо содержат какой-то размер, какой-то ритм свой внутренний. Поэтому очень сложно писать музыку на стихи. Это уже, значит, стихи определяют твою мелодию. А должно быть наоборот. Я считаю, что в танцевальной музыке должно быть наоборот. Мелодия должна определять тексты, которые есть. Тексты и музыку я делаю всегда сам. И болванку для аранжировок, то есть, там, скажем, 8 треков, это барабан, бас, там, и так далее, я тоже забиваю все сам. Хотя есть человек, который полностью занимается всеми звуками, которые у меня сейчас выходят в эфир. — И с видением, да? — Да, и с видением. Это Вадим Володин, это очень известный человек в Москве, аранжировщик и звукач, это так называется. — Хорошо, вы, как вы себя называете, руководитель группы или как? Как это правильно будет, чтобы я не ошибся? — Директор народного коллектива. — Директор народного коллектива. Это очень, кстати, хорошее название. — Чего? — Вы не тиран. — Я тиран. — Вы, в общем-то, так, я понимаю, это своеобразная такая, ну, если можно так сказать, музыкальная терапия. Да? Вы передаете энергию. — Да, такая даже ушная, ножная и глазная терапия, скажем так. — Но ведь можно переборщить, в принципе. — Не, нельзя переборщить. Вот в этом я должен быть профессионал, чтобы не переборщить. — А как вы рассчитываете это? — Ну, я рассчитываю, прежде всего, я знаю, какого размера зал, куда я еду. И примерно приблизительно знаю количество людей, которые придут на этот концерт. Поэтому, соответственно, программа ставится так, чтобы не переборщить. Естественно, 12 вещей на таком звуке, с такой пиротехникой, с таким светом в клубе я работать, конечно, не буду. То есть, естественно, в клубе и меньше программы, и гораздо меньше звука, и меньше света, и немножко по-другому строится программа. Меньше эмоций, скажем так. — А, кстати, такой вопрос. Самый маленький зал, в котором вы работали, самый большой? — Самый маленький зал у нас был клуб в городе Санкт-Петербурге. Я не помню, правда, как он называется. Ну, там совсем маленький клуб, там такой очень фешенебельный, поэтому они смогли, в общем-то, заплатить ту цену, которую мы обычно просим за концерт. Вот. И я не могу сказать, что я получил большое удовольствие от вступления в маленьком зале в этом. — Нет, негде размахнуться, да? — Негде размахнуться, где люди прямо перед тобой находятся, вот прямо лицом к лицу. Это очень сложно, потому что все-таки танец лучше всего смотреть с расстояния, там, скажем, ну, хотя бы 10 метров. Хотя бы. — Все-таки, что главнее вы считаете в своем искусстве? Музыка, песни, стихи или танцы? — Ну, естественно, текст у нас несет второстепенную нагрузку. Хотя в ответ тем людям, которые обвиняют не только меня, а все танцевальные коллективы в том, что безидейные песни. Ну, вы представьте себе, что я пою, предположим, о событиях в Чернобыле, и в это время нужно под эту музыку танцевать. То есть это, по-моему, нонсус вообще. — Неловко, да. — Конечно. Это, во-первых, неприлично, такую тему затрагивать в танцевальной музыке. То есть, естественно, танцевальная музыка для того, чтобы человек отдыхал. Но чтобы какое-то восприятие было, чтобы образ у человека какой-то создавался, я могу сказать, что на всем протяжении моего творчества у меня не было ни одной несюжетной песни. У меня нет таких песен несюжетных. Даже вот в этом альбоме, который полностью посвящен космосу, вот о чем вроде бы петь, об инопланетянах и так далее, нет. У меня есть на каждую песню свой сюжет. Можно начать с песни, скажем, «Мама и каннибалс», если говорить конкретно о сюжете. Вот там конкретный сюжет, как инопланетянин прилетел на необитаемый остров, как его там съели и все отравились. Очень смешной такой сюжет. — Какой вопрос, который вам задают, вы больше всего не любите? Я его не буду задавать. Просто какой вопрос? — А вы его уже задали все равно протестомиру, так что уже поздно. — Да? — Да, уже поздно. — Ну что же делать? Так вот я... — Я не протестомира задал вопрос. — Ну да, не то, что я его не люблю, а просто... — Ну больное место. — Да, как-то не больное место, а достал уже этот вопрос. Пять лет ровно я отвечаю на этот вопрос, поэтому... — Ну, видимо, такова судьба уж. Куда делись? — Ну да, я, в принципе, поэтому не расстраиваюсь особо. — А тогда такой вопрос. А какой вопрос вы больше всего любите, на который хотелось бы отвечать часами? — Да? Ну, сложный вопрос. Да, насчет машин хороший вопрос. Но это у нас не хватит программы. — Итак, ну вкратце, машина. А почему машина, когда первый раз? Мечтай где-то из детских игрушек как-то? — В первый раз я сел давным-давно за руль. Это было еще в институте на первом курсе, наверное. — В каком, кстати? — Я закончил торговый институт, Московский кооперативный институт. Я товаровед по образованию. — Ну, это прекрасное занятие. — Да. Ну вот, видите, оказывается, вопрос какой интересный. — Пришлось отставить. — Вот. Первый раз сел за руль, причем катался я где-то полгода. Это была родительская машина. Это был «Москвич-2141». Вот. Но, в общем, ничего не получилось у меня с этим делом. «Москвич» был разбит. — Вами? — Мною, конечно. Естественно. — С вами ничего не произошло? — Ничего. Крепкая машина, нормальная. — А вы без разрешения родителей ездили на машине? — Естественно. Без разрешения, без прав, без каких-либо документов вообще. — Какие же у вас были ощущения, когда вы разбили машину? Что делать? — Потрясающе. Но ощущения возникли гораздо позже, когда мне об этом рассказывали папа, мама и мой старший брат. — Вот. Там уже возникли ощущения. А когда в машине разбился, как-то даже меньше ощущений были. — Мы не будем о грустном. Вот, мы, видите, на старшего брата вышли. Я, например, ничего не знал. Кто он такой, старший брат? — Он профессиональный хирург, врач. — Правда, сейчас он занимается такой административной работой. Он сейчас заведующий профилакторием. — Вы там бывали у него в профилактории, отдыхали? — Был, да, очень. — Видите, как раскрутка пошла такая. — Да, было дело, было дело. Прибавил я как-то, съездил туда к нему. — А как он относится к вашему творчеству? — Он очень положительно относится к моему творчеству, потому как вообще начало моего музыкального, так сказать, восприятия, воспитания, началось именно с той музыки, которую он крутил. Он вообще очень такой серьезный меломан. И я могу сказать, что первые вещи, которые вообще я слышал, — Это были «Иисус Христос, суперзвезда», полностью. От начала до конца «Сальваторе Адамо», «Том Джонс». — Ну, кстати, это частенько звучит в нашей программе. — «Амандолир», «Дипеопол», «Лед Зеплин». Там очень было много. «Пинг Флойд», естественно. То есть это была первая музыка, которую я воспринимал вообще. — Как вы относитесь к жизни и смерти, к этим двум понятиям вообще? — Ну, как все там будем, обычно говорят, не знаю. — То есть спокойно? — Нормально отношусь. То есть здесь, в общем-то, просто нужно делать так. Вообще, я считаю, что жизнь, нужно жить, как будто живешь последний день. — Чтобы не было мучительно больно? — Естественно. Надо успеть все сделать обязательно. — А вы уже все успели? Вот такой вопрос. — Нет, далеко еще не все. — Какая мечта? — Мечта у меня есть. Голубая мечта у меня, естественно, есть, чтобы, я говорю это очень часто, чтобы к названию «Кармен» можно было бы прибавить внизу интернешнл, международную. Вот когда мы станем известны не только в своей стране, но и за рубежом, тогда я считаю, что вот цель, которую я себе в жизни поставил, я достиг. — Вот такой вопрос. Вы наверняка много смотрите сейчас музыки, зарубежной музыки канала MTV, которые, ну скажем так, работают в вашем стиле, позволить так себе сказать. Берете вы что-то от них, как-то преобразуете в свою среду, вот в этом процесс идет какой-то... — Я не могу сказать, что есть хотя бы одна команда, которая была похожа на нас по стилю исполнения, по работе на концерте и так далее. Хотя, естественно, есть общее направление, из которого мы что-то черпаем, какой-то материал. Естественно, так как у нас нет прямого общения, то всю информацию мы, естественно, берем из видео, из аудио, то, что приходит к нам, либо мы сами ездим, покупаем там, на что-то смотрим и так далее. Вот. И, естественно, есть команда, которая работает в таком же направлении, но ни в коем случае не в таком же стиле. То есть тот стиль, которым работаем мы — это не чистый техно, это не чистый рейв, рейв — это музыка немного другая. То есть у меня есть элементы и рока, и джаза, и, скажем, хип-хопа, чего угодно. Но музыка немножко другая у нас все равно. То есть рейв, может быть, да, это общее направление, волна такая, техническая волна, которую мы делаем. Вот. Но это не чистый стиль в идеале, как играется он за рубежом. — А вот теперь несколько таких неинтересных вопросов, может быть. Как много времени вы тратите на изготовление прически? Есть ли у вас личный парикмахер, наверное? — Ну, естественно, есть человек, который занимается этим, стилист. — Вам нравится вообще стричься? — Да. Я могу сказать, что тот человек, который — это Денис Палагин, работает он в московском салоне советско-американском сети «Лукс», российско-американском, скажем так. Вот. И я постоянно у него засыпаю. Он очень профессионально делает прическу. — Так можно проснуться? — Ну, он знает, что делает. Я ему доверяю, конечно. — Еще два вопроса, и, к сожалению, время подходит к концу. Вопрос такой. Вот у вас есть, как назвать, перстень. — Это перстень, да. — Что он обозначает? И есть ли вот перстень в часах, какой-то символ? — Ну, перстень он ничего не обозначает. Это рокерская символика. Символика, скажем, образа жизни. — Какого образа жизни? — Ну, такого, подвижного, скажем. Там, переезда с места на место, скажем. — Ваше пожелание восьмому женщину, восьмого марта? — Ну, дай Бог, чтобы на восьмое марта не было очередное поднятие цен для женщин, я могу сказать. Чтобы по-прежнему мужчины, как и много лет назад, также были тактичны и ухаживали вовремя за своими дамами. Чтобы как можно меньше было хамства в отношении женщин. Ну, и чтобы женщины все-таки не забивали голову себе разными пустыми мыслями о том, что женщинам принадлежит равноправие в этом мире с мужчинами. Если бы, женщины, вы были равноправны с мужчинами, кто бы от вас смог тогда так хорошо заботиться? Это была группа «Кармен» образца 1995 года в нашем проекте «Звезда по имени неизданная». Я, Николай Пивненко, прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...